Дорогие телезрители, этот выпуск будет для вас сюрпризом, потому что он будет кардинально другим. Приехав в Москву, я встретился со своим давним другом Арманом Николаевичем и решил провести программу с ним. Что получилось, смотрите далее. Всем привет, с вами наши люди! Азат Абыкен. Я Арман Николаевич. Как хорошо, когда у тебя есть свой человек в нужном месте. Я думаю, Азат, нам, казахстанцам, очень сильно повезло, так как наши люди находятся во всех уголках этой планеты. Да, и со временем они становятся похожи на города, в которых теперь живут. И наша задача узнать все о секретах наших людей и их города. Мы находимся здесь, в первопрестольной. Златоглавой. Не резиновой. Которая не верит слезам в столице России, в Москве. И сегодня нам предстоит провести один незабываемый день с героиней нашей программы. Мы ожидали увидеть ее в одном из лучших ресторанов Москвы или на съемочной площадке. Но не тут-то было. Девушка сломала все стереотипы и пригласила нас на встречу со своим взрывным байк-клубом. Встречайте! Спортсменка, экстремалка и просто красавица. Актриса Бибигуль Актан. Бибигуль Актан. Российско-казахстанская актриса. Исполнила одну из главных ролей в фантастическом сериале «Выжить после». Мелодраме «Виртуальная любовь» и исторической саги Громовы. Родилась в городе Алматы. В 9 месяцев переехала с родителями в Москву. С тех пор живет на две страны. Но своей родиной считает Казахстан. Мечтает покорить Голливуд и провести медовый месяц в Антарктиде. Бибигуль, ты нас, конечно, удивила. Мы ожидали, честно, увидеть хрупкую Бибигуль, а увидели Бибигуль. Вот такую вот. Я делала это очень осознанно. То есть я пошла учиться в мотошколу, сдала на категорию А. И в тот момент, когда я выехала в город, я уже умела ездить. То есть ты не делал, как у нас в Казахстане. Начали покупаешь мотоцикл, а потом на оставшиеся деньги. Когда ты жила в Казахстане, ты занималась конным спортом. Добивалась там больших успехов. И переехал в Москву, стал заниматься мотоспортом. Такая трансформация получилась. Да, я иногда еду на мотоцикле, он недостаточно быстро ускоряется. Я достаю Камчу и его... Как ты совмещаешь свое хобби, вот мотоспорт, со съемочным процессом, со съемками? Ну, они совершенно друг другу не мешают. Я бы даже сказала наоборот. Мотоцикл делает меня мобильнее. Давай поговорим про Москву. Скажи, пожалуйста, вообще нравится тебе в этом городе? Конечно. У меня два любимых города. Родной город Алмата и Москва второй родной город. А как же Астана? Ярмон, но вакуум. Почему? Ну, Москва – это, конечно, город такой специфичный. Она может быть очень неприветливой и холодной. В Москве сумасшедший темп жизни. То есть все люди куда-то спешат, у всех очень мало времени. То есть ты приезжаешь сюда и чувствуешь этот вот бешеный темп. Ну, ты прям с мотоциклом прям в тему прям. Да, вот я, если, например, живу в Москве больше, чем там 4 месяца, я начинаю уставать от этого темпа и от этой необходимости все время куда-то бежать. Да, кстати, о темпе, давайте чуточку отдохнем. Что-то долго уже нет. Свои люди просто незаменимы во время путешествий. Ведь они, как никто, знают, где можно вкусно поесть и как дешевле добраться до аэропорта. Но из внимания старожил часто ускользает то важное, без чего невозможно представить облик города. И по правилам нашей программы мы эти пробелы должны восполнить. Вот ты, как человек, который живет в Москве уже 25 лет, наверняка у тебя есть такие места, которые ты бы хотела посетить, но не было такой возможности? Да, в первую очередь это сталинские высотки. Вот даже сейчас, вот одна из них. Если ты не учишься в МГУ и не работаешь в МИДе, то иногда ты даже не можешь подойти к этим сталинским высоткам. Ну, это как, короче, в основании живешь, что даже жители Теленограда бывают, что мимо водилика проходят и даже, ну... Заходят туда только, когда родственники приезжают. Только заходят, вот здесь он находится. Да, что-то похожее. Или еще, например, это, конечно, здание Москва-Сити, вот этот новый бизнес-центр, на который, опять-таки, ты только смотришь, а побывать внутри не можешь. Ты понимаешь, что сегодня ты должна нам показать свою любимую Москву? Начнем мы с того места, в котором живет мое сердце. Хорошо, ребят, я тогда предлагаю нам разделиться. Вы с Арманом Николаевичем отправляетесь по местам твоей боевой славы, а я, в свою очередь, узнаю Москву такой, какой не знаешь ее даже ты. Вы готовы? Да. Точно готовы? Вот она реально, да, вот? Бибигуль! Пойду, пройдусь. Ну что ж, друзья, вот мы находимся непосредственно там, куда не ступала нога Бибигуль-Октан, на пороге главного здания МГУ. МГУ находится на вершине Воробьевых гор, в самой высокой точке Москвы, на высоте 70 метров над уровнем Москвы-реки, поэтому здесь постоянно ветрено и холодно. МГУ – мечта всех российских абитуриентов, главным это здание стало только после постройки в 50-х годах 20-го века, а сам университет был основан аж в 1755 году. До недавнего времени МГУ оставалось самым высоким зданием в Европе. Надо сказать, что МГУ – одна из семи знаменитых сталинских высоток. Москвичи гордо их называют «семь сесер». Согнаться легенде, Сталин в одно утро проснулся и сказал, мол, я от Пулат надо обогнать и перегнать Америку, и возвелить такую вот красавицу. Ее украшают самые большие в Москве уличные часы. Их минутная стрелка весит 39 килограммов. Много казахстанских великих людей оканчивали именно этот университет, а один из них входит даже в десятку богатейших людей мира. Я вижу на парковке ни одной понтовой тачки, у казахов сегодня выходной. МГУ неизменно входит в рейтинг топ-100 вузов мира. А знаете, в чем главное различие между американскими небоскребами и московскими высотками? В том, что московские высотки разбросаны по всему городу, и добраться от одной до другой без приключений, ну просто невозможно. Со смотровой площадки, или как ее называют столичные стритрейсеры «Смотры», мы отправились в другой исторический район, на Таганку, где Бибигуль продолжает удивлять и восхищать. Добро пожаловать в офис ВВФ России. ВВФ – это Всемирный фонд дикой природы. А ВВФ России, соответственно, занимается спасением природы всего СНГ. С 2015 года Бибигуль является послом ВВФ России в Казахстане. Как и ее коллега Леонардо Ди Каприо, она заботится об исчезающих видах животных. Деятельность посла – это в первую очередь привлечение общественного внимания. Благодаря тому, что я актриса, у меня есть возможность привлекать к некоторым проблемам общественное внимание. Подумать только! В скромном офисе, в небольшом старинном особняке, люди каждый день занимаются спасением планеты. Добро пожаловать в наш дом. Я уверен, что многие из вас знают эту замечательную эмблему, на которой изображено редкое и трогательное животное – это панда. Вот уже больше 50 лет гордо веет знамя ВВФ. Это самая уважаемая в мире природоохранная организация, выполняющая профессиональные проекты. Это более 100 стран в мире на пяти континентах. И сегодня ВВФ – это поддержка пяти миллионов человек во всем мире. Спасибо, Дмитрий, за интересный рассказ. Мы вам благодарны большое. Добро пожаловать. Можно на секундочку вас? Пожалуйста. Дмитрий, можете рассказать что-нибудь про Бибигуль? Какой она сотрудник в данном фонде вообще? В двух словах буквально. Кроме того, что Бибигуль – прекрасная и мудрая девушка, Бибигуль нам очень сильно помогает. Она рассказывает о деятельности фонда в своей стране, а также привлекает партнеров к реализации проекта, к финансовой помощи. Громкая и очень ответственно рассказывает о том, чем мы занимаемся в Казахстане. Но она справляется со своей работой? Более чем. Более чем. Ну а мне удалось не только познакомиться с сотрудниками фонда, но и попытаться устроиться на новую должность. Вот как я, обычный парень, обычный красивый парень, я так считаю, могу стать послом в вашем фонде? Должность посла ВВФ России по Казахстану уже занята. Ты можешь стать сторонником или помочь фонду. Мы будем очень рады. Подождите. А как я тут спеклала? Я могу подсидеть ее как-нибудь? Может, договоримся? Ну, конечно, я думаю, что это результат отдельного собеседования. Быть может, мы организуем конкурс красоты дополнительный. Я думаю, что в первую очередь тебе нужно хотя бы выучить тех животных, которые в Казахстане вымирают. Нет, если говорить серьезно, каждый человек может стать сторонником ВВФ России. Для этого достаточно просто зайти на наш сайт. У нас там есть отдельная вкладка, как стать сторонником. И буквально в один клик вы можете присоединиться к этому важному и большому делу. Я даже сегодня пришел. Очень символично. Очень символично. Да, мы отметили. Мы в своей динамичной жизни привыкли сохранять что-то такое важное, значимое. То, что видят и понимают многие. А то, что вот это большое значимое складывается из маленьких кусочков, и необходимо сохранять маленькое, укрупнять до большого, об этом мы в нашем динамичном мире порой забываем. Но мы, ВВФ, всегда помним, что думай глобально, но действуй локально. Большие свершения начинаются с маленьких шагов. И эти маленькие шаги может сделать буквально каждый человек. Вот, например, зубр. Зубр. Один из самых вообще редких животных на планете. У меня была возможность увидеть этого зверя по-настоящему в дикой природе. А, например, в Казахстане когда-то жил тавранский тигр. Вот. Он выглядел так же, как амурский тигр. Отличался наличием таких характерных бакенбардов. Вот. К сожалению, этого зверя в Казахстане уже не осталось. И наши дети его увидеть не смогут, если мы не поможем. Ну, я думаю, есть же видео. И все-таки я не стал отходить от мировых тенденций и поступил, как все приличные селебритис. Помог одному из 95 оставшихся на Северном Кавказе зубров. Купил у Бибигули его миниатюрную копию. Деньги принимаете? Уже все-таки в Россию. Именно здесь решаются важные государственные вопросы на международном уровне. МИИ считается первой построенной высоткой из семи. Это здание высотой 172 метра открывает парадный вес в центр Москвы. По плану было построить ровно 8 высоток, но строительство в 8 высотке было приостановлено. Но мы-то с вами точно знаем, что 8 высотка находится в столице Казахстана и именует себя Триумф Астаны. А вот и сюрприз, о котором я тебе рассказывала. Это цитадель всех мотоциклистов Москвы, логово ночных волков – Секстон. Здесь собираются мотоциклисты, танцуют, пьют чай, едят. Летом здесь очень много людей, буквально яблоку негде упасть. Секстон был построен на месте бывшей автомобильной свалки. И местный интерьер – это футуристичная сказка. Ты меня очень сильно заинтриговала, так что давай побыстрее посмотрим, как там внутри. Ой, короче, кто из нас байкер еще? Давай, проходи быстрее. Секстон был придуман и построен старейшим российским мотоклубом «Ночные волки». Попадая сюда, ты и правда ощущаешь себя, как в сказке. В той, которую дети рассказывают друг другу шепотом перед сном, стараясь напугать как можно сильнее. Повсюду причудливые стальные фигуры, арт-объекты из железа и чучела животных. Такие натуралистичные, что вот-вот оживут. Вы не поверите, но зимой в Секстон с огромным успехом проходят детские новогодние елки, а актеры и байкеры устраивают феерические шоу. Какой у тебя более близок жанр? Комедия, фантастика, боевики, экшн, трейлер? Мой, конечно, жанр мечты – это экшн, блокбастер. То есть я бы хотела бегать с двумя пистолетами, стрелять, уходить от погони на мотоцикле, машине, катере, гидроцикле, на чем угодно. Ну все, на транспорте. На транспорте, да. Хотелось бы сказать отдельно про Анжелину Джоли, в чем важность актерской профессии. В первую очередь это вдохновлять людей. Вот я в свое время, когда была подростком, посмотрела этот фильм и прям вдохновилась ее персонажем. Я захотела стать такой крутой, как она. И вторая роль мечты – это в историческом кино, где можно было бы ездить верхом. А вот хотела бы ты в историческом кино сняться именно в казахстанском кино? Конечно, я очень хочу сняться в казахстанском кино, причем сыграть именно девушку-воина, а не девушку, которая ждет любимого с ребеночком на руках. В юрте, да? Да, в юрте. Это вторая роль мечты. Если от МИДа мы пройдем вперед буквально метров 150 и свернем направо, то окажемся на одной из самых знаменитых российских улиц и сможем немного понаблюдать за жизнью обыкновенных москвичей. Вот и новая арба, друзья. Повстречав здесь однажды человека, можно никогда его больше в жизни не увидеть, потому что численность населения города Москва сопоставима с жителями всего Казахстана. А это 17 миллионов. Ты работал с многими режиссерами. С кем ты бы еще хотела бы поработать? Ну вот из казахстанских режиссеров мне бы очень хотелось поработать с Нуртасом Домбаевым, потому что он действительно умеет снимать хорошее, интересное кино. Он обычно до этого работал в жанре комедии, но я знаю, что он пробовал себя в фильме «Тарас». А из мировых, ну, наверное, это Ридли Скотт, режиссер. Ну, конечно, Спилберг, как и у всех. Ну да, и Спилберг и я сыграл бы. Хотелось бы поработать с такими актерами, как Майкл Фассбендер или Рассел Кроу. Ну, с Анджелиной Джоли, это, конечно, прям мечта. Все. Дочку-расхидинец и гробниц, да? Да. Это супер-ролюб. Я думаю, ты знаешь многих казахстанских актеров. Чья игра тебе импонирует именно из актеров казахстанских? Ну, мне очень нравится Айнур Ниязова, актриса. Мы с ней подруги. Я слежу за ее творчеством. Она вот настоящая актриса. То есть она прям вот дает эмоции, живые эмоции. Санжар Мадеев очень талантливый парень. Согласен, очень талантливый. Красавчик. Больше красавчик, да? Нет, он, кстати, вот больше актер, чем красавчик. Макс Акбаров молодец. Особенно вот в своей фирменной роли в «Розовом зайце». Да, это одна из лучших ролей. Кем ты себя видишь через 5, либо 10 лет? Ну, я надеюсь, что я по-прежнему буду сниматься в кино. И также развивать свою вторую профессию – это зоотехник спортивного коневодства. То есть я надеюсь, что буду разводить лошадей, а именно ахалтыкинцев. Именно одну породу, да? Да, чистокровный ахалтыкинск. Ну, а наша программа стала практически первой, кто показал новый-новый Арбат. Потому что совсем недавно мэр города Москвы подарил всем жителям столицы реконструированную старинную улицу на День города. А вот и второй сюрприз. Так, интересно, что это? Это байкерское блюдо традиционно. Называется шипящая сковородка. Оно похоже на бешформак тем, что там много мяса, лука и есть картошка. Ну, нет теста, я вижу. Как бы, да? Ну, давай, попробуй. Вообще, обычно байкеры – это взрослые мужчины, которые любят мясо и у которых хороший аппетит. Любовь к мясу – это то, что объединяет байкеров и казахов. Я надеюсь, что тебе понравится. Да, я тоже надеюсь. Шипящая сковородка. Друзья, далеко не бешформак, но чем-то похоже. Там тоже есть мясо. Ты готовишь национальные блюда? Казахские какие-нибудь? Ну, да, конечно. А что ты именно готовишь? Ну, я готовлю, например, бешформак. Так, бешформак. Ага. Ну, расскажи, как ты это делаешь, в смысле. У нас, допустим, многие домохозяйки, чтобы быстрее все это сделать, покупают там тесто, все это или заранее уже к киспе готовое и все. И потом все накидывают и говорят, типа, я приготовила, а все нормально, типа, угощаетесь. Ты хочешь знать, как я это делаю? Да, как ты готовишь здесь, в России, как мясо, то же самое тесто и тому подобное. Я сочни раскатываю сама по двум причинам. Первая причина – это показатель качества хозяйки, это толщина теста. Чем лучше хозяйка, тем тесто тоньше. Это все знают. И вторая причина – в Москве очень сложно найти и купить сочни, поэтому приходится делать это за собой. Ну, все верно. Но даже когда я готовлю бешформак в Алма-Ате, я готовлю сочни сама. А помимо бешформака, может, что-то еще ты готовишь? Ну, я готовлю также наурэск, уже. Я думаю, ты здесь московских друзей угощала национальными блюдами нашими, казахскими. Как вот их первое впечатление, как они относятся к этому? Вообще, всем очень нравится идея того, чтобы праздновать, так сказать, Новый год весной. Потому что, если я приглашаю кого-то на наурэск, я объясняю, что наурэск – это праздник аналогично Новому году. Праздник, символизирующий начало весны и возрождение жизни, поэтому он празднуется весной. Всем нравится традиция, то, что им приносят баурсаки в дом. Также и мои русские друзья обязательно на Пасху меня накормят яйцами и куличами. Скучаешь ли ты по родине? Часто ты принесаешь Казахстан? И какой город твой любимый вообще у нас? Ну, мой любимый город в Казахстане и вообще во всем мире – это Алмата. Это лучший город земли. Это моя родина. Я очень люблю яблоки. Я не могу жить без яблок. Когда я приезжаю в Алмату, особенно осенью или летом, я прям постоянно ем яблоки, потому что нигде нет таких вкусных яблок, как в Алмате. Вообще, конечно, я очень скучаю по родине. Я при любой возможности возвращаюсь в Казахстан. Я стараюсь проводить там больше времени с родными людьми, близкими, друзьями и горами. На Арбате можно встретить абсолютно разных людей. Именно это место является одним из самых излюбленных для пикаперов Москвы. И мне реально стало интересно, как же москвички реагируют на то, когда пытаются с ними познакомиться. Надеюсь, мои сексуальные азиатские черты лица мне помогут. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Извините, что я вас отвлекаю. Хорошо, у меня один вопрос только. Вот если к вам пристает молодой человек, да и хочет с вами познакомиться, как вы ему откажете? Ну, я скажу, что у меня есть молодой человек. А если он, знаете, он чуть-чуть страшный, но такой настойчивый, он вас прямо на сторону просит? Ну, я скажу, что очень тороплюсь и бегу по делам. А хотите, я вас научу казацкому методу? Как вот по-казацки отшелать парня? Попробуйте. Посмотрите на мои головы и попробуйте повторить. Минэн Архамда Екокредитбар Минэн Архамда Екокредитбар Минэн Архамда Екокредитбар Минэн Архамда Екокредитбар Минэн Амхарда Екокредитбар Архамда Екокредитбар Ай, вы мой, классно получается, кстати Вы не скучите никогда? Так, немножко вообще-то скучу Меня зовут Минэн Архамда Екокредитбар Нет, ну Сумасшедшая, рискованная, благородная и красивая. Такое мы увидели в Москву глазами Вивигуль Актан. Такая и сама Вивигуль. Ой, куша! Вивигуль, спасибо тебе большое за проделанную экскурсию по байкерской столице. На свою очередь у нас тоже есть для тебя небольшой подарок. Но об этом ты узнаешь чуть позже. Ну а пока давай поехали отсюда, а то что-то я задубил уже здесь. Да, давай, очень холодно. Папа! Ну а это здание строили для того, чтобы Москва могла удивлять иностранцев. А на ней перестает это делать даже сейчас. Шикарные вестибюли, прекрасный вид на столицу, 50-метровый бассейн. Все это гостиница Украина. Одна неделя отдыха в этом отеле составляет 150 тысяч рублей. Ну или 800 тысяч тенге. Памятников украинскому писателю Тарасу Шевченко в мире возведено больше, чем кому бы то ни было. Московский монумент был открыт в 1964 году, опередив Вашингтонского Шевченко на 8 дней. А вот эти две маленькие пристройки основного здания – это жилые дома. В прежние времена получить квартиру было не так-то просто. Если ты, конечно, не писатель, актер, ну или в крайне байдных балансах. Московские высотки очень любят кинематографисты. Ну а современные кинощики все чаще используют в качестве декорации другие высотки. Но не сталинские, а путинские. Куда мы с вами и отправимся, чтобы встретиться с Бибигуль и Арман Николаевичем. Специально для Бибигуль я записал на флешку прогулку по ее городу. Я никогда не была в Башне Федерации на 55 этаже. Вообще, замечательный вид, он просто захватывает дух. Но ты знаешь, о чем я думаю, глядя на эту красоту, на эту ночную Москву? Я вспоминаю Балматия. Я вспоминаю наши горы на горизонте. Наш маленький, уютный, теплый город. Родственников. Запах степи и полыни. И какими бы ни были красивыми разные города в мире, все-таки родной самый лучший. Привет, ребят. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Выглядишь очень круто, и я думаю, что что ты была на мотоцикле, что ты была в платье, ты по-прежнему остаешься за своей Бибигули Актан. Глядя на эту красоту, я даже чуточку влюбился в этот город. Вот для того, чтобы по-настоящему прочувствовать Москву, нужно обязательно спуститься в метро. Бибигуль, если ты когда-нибудь надумаешь пройтись по тем местам, о которых мы с тобой говорили, то помни, что один казах уж точно это сделал. Я тебе даю эту флешку, поэтому можешь ее изучить и там потом смотреть. Хорошо? Спасибо большое. Бибигуль, спасибо тебе огромное за то, что через себя мы познакомились с таким прекрасным городом, как Москва. Мы напоминаем, уважаемые друзья, что это программа «Наши люди», и мы по-прежнему доказываем, что наши люди есть во всем мире. Арман Николаевич, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова